В Новосибирске сегодня выбирали лучшую пожарную команду области. Претенденты съехали со всего региона. Судьи насчитали 22 заявки и почти 150 участников. Задача у спасателей одна – потушить условный пожар как можно быстрее. Впрочем, шансы на победу, например, у команды из глубинки и у городского подразделения, все-таки разные. А почему, расскажет Павел Теунов. Соревнование пожарных команд разделено на несколько этапов, хотя задача та же, что и в рабочие будни спасателя – потушить пожар, спасти человеческую жизнь. На этот раз условно. Первое испытание – надеть спецодежду. Нормативов нет, чем быстрее, тем лучше. Большинство команд справляется за 20 секунд. Впрочем, скорость – не единственный критерий. Важно, чтобы пожарный костюм плотно сидел. За ослабленный ремень или сваливающийся шлем судьи начисляют штрафное время. На следующем этапе спасатели должны в максимально короткое время потушить пожар и эвакуировать пострадавшего с четвертого этажа горящего здания. На этот раз шансы на успех у команд разные, потому что работают они на разной технике. Модели разные, шасси разные, КамАЗы, Уралы, Зилы 130-й. У всех разное расположение, высота, уровень подъема. В этом есть сложность судейства, но, тем не менее, каждый состав, каждый караул работает на своей машине и обязан в короткие сроки, слаженно, самое главное, выполнить задачу по спасению и потушению. Впрочем, организаторы уверяют, явных фаворитов в этом состязании нет. Возможны сюрпризы. Все 150 участников прошли серьезный отбор в своих подразделениях. Убирается команда, люди, которые показавшие высокие результаты по физической подготовке. То есть те люди, которые непосредственно лучшие из лучших подразделений. То есть проводится конкурс, и потом лучший из лучших, кто показал лучшее время, включается в команду. Чтобы попасть в список лучших из лучших, нужно бегать 100 метровку за 320 и подтягиваться не меньше 15 раз. Хотя, по словам участников, соревнования – это не только повод помериться с силами, но в первую очередь укрепить боевое братство. Любое соревнование, оно сплочает коллектив. Это во-первых. Во-вторых, люди разных подразделений, сотрудники разных подразделений могут пообщаться не только на пожаре, а еще и в простой обстановке, можно сказать, в праздничной обстановке. Результаты соревнований организаторы объявят завтра. Призеры и победители получат шанс представлять регион на всероссийских состязаниях. Павел Теунов, Антон Мамаев. Новости здесь, Новосибирск.